Я хотела бы поговорить о такой очень важной и, безусловно, для всех актуальной теме, как наличие ресурсов. Дело в том, что нам привычно с детства уже со школы, от родителей, от учителей привычно было слышать, что ты недостаточно трудишься, недостаточно прикладываешь усилий, ты лентяй, ты тратишь зря время и так далее. И было бы довольно, наверное, неожиданно узнать, что современные психологи считают, что лени как таковой не существует. Бывает только такая вещь, как уровень ресурса. И если уровень ресурса ниже определенного числа, определенного параметра, то у человека наступают какие-то серьезные проблемы и какие-то одни типы действий он совершать может, а для других типов действий просто не предназначен, не способен. И они в лучшем случае будут просто неэффективными, а в худшем случае это опасно для жизни и для окружающих, скажем честно. И вот если прикинуть вот такой вот вариант распределения ресурсов по шкале от нуля до 100%, ну попроцентно, да, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, то можно было бы очень условно обозначить следующие граничные такие моменты перехода. Ну 0% это момент физической и социальной смерти. То есть это состояние, когда человек лежит пластом и не способен ни на что социально и мало способен на что физически. То есть это практически такое вот очень вырубленное состояние. И до 10% это состояние сохраняется. Есть такое выражение, он занят, он дышит. Действительно просто произведение физических действий, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности организма, отнимает полностью все силы. То есть в этом состоянии человек не способен есть. Это то, что часто описывается терминами депрессии, да, клинической депрессии. Вот когда человек может целый день лежать, отвернувшись к стенке, в лучшем случае вставать в туалет, хотя скорее поставить себе какую-то посудину рядом с кроватью, не способен, не реагирует на внешние раздражители, естественно, эмоциональный уровень на нуле и так далее. Дальше от 10 до 20% это все равно состояние социальной некоммуникабельности, состояние, когда больной лежит, но уже не просто осуществляет дыхательные движения, а уже как-то восстанавливаясь, как-то приводя себя уже в какой-то божеский вид. Минимальная еда уже тут возможна, если это восстановление тяжелой болезни, будешь есть что-нибудь жидкое, что-нибудь легкое. Наверное, всем знакомо, там какой-нибудь куриный бульончик, вот что-то такое, там, может быть, какие-нибудь фруктовые смузи, вот что-то наподобие этого. Гигиена по боку, то есть в этом состоянии можно себя не заставлять. На самом деле нет необходимости, и все остальное, собственно, тоже по боку. Вот. В этом возрасте, вернее, в этом уровне ресурса, возможно, таким вот показательным моментом является провал во всякие детские состояния. То есть ты как бы переходишь в состояние ребенка до семи лет, и все травмы, связанные с этим периодом, связанные, усугубляются, и усугубляются все с этим периодом связанные ощущения, да, когда вот взрослого отношения к людям не существует, ты внезапно падаешь в отношения с матерью, ну, в первую очередь с матерью, да, с отцом, с окружающим миром, который просто осуществляет заботу и принятие, и, в общем-то, должен быть просто рядом, должен быть рядом, должен помогать, опекать, не мешать, не навязываться особо, просто вот в должной мере быть рядом. Это надо понимать близким, да, то есть добиваться в таком состоянии от человека каких-то признаний в любви или восстановления эмоционального контакта совершенно бесполезно, он просто этого не может. Вот. От 20 до 30 мы начинаем чуть-чуть выходить, мы встаем на ноги, мы можем немножко куда-то прогуляться, вот, желательно недалеко. Начинает возникать некоторый первичный интерес к окружающему из серии «Ой, птичка пролетела», то есть без эмоционального вовлечения, просто вот замечая, что вот как-то меняются там окружающий мир, там тучки, солнышко, то есть такое восприятие жизни абсолютно отстраненное. Все еще продолжаются такие провалы в детское состояние, то есть эмоциональное, эмоционального вот этого вот отклика, эмоционального глубокого ощущения, его здесь тоже все еще нет, надо понимать. Вот от 30 до 40 начинает возвращаться вкус к еде, можем начать готовить сами, начинает, ну, пока такая мотивация что-то делать, но пока делать достаточно бессистемно. Самое главное, что нету возможности планомерной такой спокойной деятельности. Вот в этом состоянии очень часто возникает желание одним рывком все решить, вот это вот характерно до 35% ресурсов. Прямо вот взять и там вот это самое прилетит, причем это решение, как правило, оно не имеет под собой почвы и не имеет с собой оснований реально, а это из серии вот прилететь двух волшебников в грубом вертолете. Вот я сейчас получу наследство, вот я сейчас продам, там, не знаю, почку и уеду в Австралию. Вот, как правило, резкие движения, которые в этом состоянии совершаются, они ни к чему не приводят. И, скорее всего, они тут же отнимут весь этот ресурс, и вы свалитесь обратно. То есть это вот ток-ток он начал вообще как-то появляться, и тут же хочется его прямо вот куда-нибудь сейчас побежать и потратить быстро. Вот. Но вот от 40 до 50 это уже состояние, когда возвращается эмоциональное переживание, возвращается самооценка. То есть не то состояние, когда любая критика может тут же выбить из колеи. Возвращается интерес к жизни, можно переходить к более серьезным физическим нагрузкам. Обратите внимание, все вот это время до 50% ресурсов вообще работать постоянно, эффективно не рекомендуется. Ну, прежде всего, потому что это будет неэффективно. И с ужасом надо признать, что большая часть, ну, то есть большая, скажем так, большая часть населения нашей страны, да и не только нашей страны, работает в состоянии меньше 50% ресурсов. Это, конечно, очень печально. Вот. Но что есть, то есть. И в итоге мы получаем вот эти вот сломанные судьбы, потерянные мотивации, профессиональное выгорание, когда ресурс улетает резко до, там, сначала до 35, мы делаем резкое движение, уезжаем в деревню, и там лежим 3 года, вот, пытаясь как-то остановиться. Ресурс начинает быть доступным для использования в работе выше 50%, когда он начинает накапливаться быстрее, чем расходуется. То есть здесь можно и хочется уже начать работать размеренно и более или менее эффективно, а не резкими движениями, не рывками. Вот. 60-70% эффективная работа, творчество, общение с друзьями. Вот в этом состоянии можно висеть долго, не выходя выше, но и не позволяя себе уползать ниже. Это хорошее, среднее состояние для просто, для работы, для жизни, для получения удовольствия от жизни. Хотя все интересное начинает происходить выше. Ну, творчество, общение, работа уже здесь возможно. Вот. Между 70-80% появляется желание социализироваться более широко, появляются всевозможные хобби, культурная жизнь и время на них. Появляются, возможно, какие-то серьезные спортивные нагрузки дополнительные. Появляется желание начинать кого-то учить. И вот всякие вот возможности и желание самоуствовершенствоваться, это после 70%. И выше. Вот. 80-90% максимально сложные хобби или работа, какие-то там глобальные цели, какие-то постановки. Вот здесь, собственно, можно и в Австралию переехать, и там, не знаю, оперу поставить. И здесь активнейшее желание самореализации. Хочется ресурс использовать, хочется его разделять с другими людьми. Здесь появляется ярко выраженная, уже лидерство, харизма. Ты начинаешь привлекать внимание других людей. И такой гармоничный, распределенный ресурс в самых разных сферах. Ну и выше 90% состояния идеального, прекрасного мира. Вот это вот, собственно, вот это то, 90-100, это то, что называется состоянием потока. Счастье в деятельности, когда ты, ну, по большому счету, ты самореализован, и твое предназначение, как ты чувствуешь, выполняется через то, что ты делаешь. То есть, ну, человеку вообще, человеку свойственно хотеть что-то делать. Понимаете? И вот все вот эти вот тенденции и настрои относительно того, что вот бы мне, чтобы деньги платили, а ничего делать не надо, это показатель того, что вы находитесь в ресурсе ниже 60. Вот. Где действительно не хочется ничего делать, а хочется просто, чтобы были деньги, чтобы можно было, ну, так, смотреть на красивый мир, птичек там, как-то поддерживать здоровье, худо-бедно, вот, в минимальном каком-то состоянии. Выше 60, тем более выше 70, человек просто представить себе не может ничего не делать, потому что ему, он нуждается в самореализации, он нуждается вот в каком-то таком вот разделении, в выходе и так далее. Вот. Я призываю вас подумать о своей шкале ресурса, попробовать себя на шкале ресурса как-то расположить, ну, вот, разные моменты для себя как-то попытаться отследить, назвать какими-то вот своими такими характеристиками, может быть, подобрать какие-то образы для себя, вот, кто я в таком вот уровне ресурса, в каком вот уровне ресурса. Потому что любой разговор о потоке, любой разговор о самореализации, любой разговор по большому счету о счастье, о раскрытии, он начинается с осознания того, в каком состоянии ты находишься и почему, и какие действия, какие встречи, какие общения приводят вас в то или иное состояние ресурса, где он у вас растет, на чем он у вас падает, и если вот это для себя определить, это уже очень хороший инструмент, очень хороший шаг для того, чтобы двигаться дальше. вот, спасибо вам большое, я надеюсь, вам это было полезно. И на этом мы с вами прощаемся, ждем вас всех на нашей, на нашем семинаре, который будет посвящен как раз тому, что такое это самое состояние потока, чего оно бывает, почему оно выключается и вот этим вот всем моментом. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...